Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире наша миролюбивая программа «Информационная война». 12 мая 2017 года, пятница, и мы начинаем наш эфир традиционной рубрикой «Чёрным по белому», где Дмитрий Подберезкин осуществляет обзор «Иностранной прессы». Обзор «Иностранной прессы». «Чёрным по белому». Камера, мотор! Начали! Уважаемые крымчане и крымчанки, время слушать, что же говорят и пишут за пределами нашей необъятной родины. Итак, обзор зарубежных СМИ. В студии Дмитрий Подберезкин с наилучшими пожеланиями. «Чёрным по белому». Накануне наша страна отметила самую, пожалуй, торжественную дату – День Победы в Великой Отечественной войне. А главными событиями 9 мая стали военный парад на Красной площади Москвы и акция «Бессмертный полк». Зарубежные СМИ сразу отреагировали на происходящее в России. Мы все комментарии перечислять не будем, а уделим внимание нескольким. Итак, репортаж СНН – самого крупного телеканала в мире и одновременно очень тенденциозного. Собственный корреспондент СНН в России Мэтью Чанз вёл репортаж прямо с акции «Бессмертного полка» в Москве и с военного парада там же. Чанза потрясло, насколько много людей шли с портретами своих предков-героев и насколько они были воодушевлены. При этом он отметил, что великое наследие даёт россиянам силы для преодоления проблем настоящего и оптимизма в будущем. Правда, замечает Мэтью, как бы этот задор русских боком не вылез с западу, плетущему козни против России. Чурным по белому. Парад победы на Красной площади продемонстрировал военную мощь России и тем самым ещё раз напомнил, что без Москвы невозможно решение многих мировых кризисов, прежде всего на Украине и Ближнем Востоке, сообщает корреспондент Н-24 Кристофер Вернер. Это немецкий телеканал. Как известно, День Победы отмечали во многих странах. Где 8 мая, где 9. А вот в Монголии, которая была союзником Советского Союза во Второй мировой войне, этот праздник со слезами на глазах начался ещё 6 мая. Но главные торжества, как пишет местная газета Монцецек Буян Эрдене, прошли 9 числа. Причём в этот день в столице страны, городе Улан-Баторе, был открыт памятник Большой Тройке – Сталину, Рузвельту и Черчиллю. За основу монументальной композиции была взята их совместная фотография на Ялтинской конференции в 1945 году. Чёрным по делам он. Молдавское издание «Блокнот» с нескрываемым восторгом написало, что в колоннах бессмертного полка по улицам Кишинёва прошли аж 70 тысяч человек. И с возмущением издание напомнило, что правительство страны, это не касается президента Игоря Дадона, хотело пригласить на военный парад по случаю Дня Победы натовские войска. Чёрным по делам он. С провокационной статьёй 9 мая вышла литовская газета «Лиитова Сарутас». Издание якобы опросило каких-то жителей Вильнюса, проживающих недалеко от мемориалов советским воинам, и сообщило такую новость. Мол, когда к памятникам нашим солдатам в День Победы понесут венки, горожане начнут вывешивать в окнах флаги НАТО и включать немецкие марши. К счастью, эта информация оказалась газетной уткой. Правда, весьма гадкой. Завершение о том, что заявил Жан-Клод Юнкер, глава Еврокомиссии, то есть правительства Евросоюза. В очередной раз, крепко приложившись к стакану, а пьёт он не меньше Петра Алексеевича, Юнкер пошутил, что Люксембург до сих пор не напал на Россию, потому что не знает, куда потом пленных девать. Об этом пишет немецкая газета ДВЛ. Мы же добавим, что до сих пор не разгромили Евросоюз, поскольку не построили достойного для Жанна Клода вытрезвителя. У меня всё. Наша рубрика «Чёрным по белому» дает эмоциональный, но оттиск общего настроения, общего состояния, которое царит вокруг границ Российской Федерации, и основного ареала расселения русских. В одной из прошлых программ мы предъявили нашим телезрителям термин, который называется «Русская глобальная община». Это, на самом деле, вызвало большой интерес у телезрителей, стали задавать вопросы, а что это, а зачем это, неужели не хватает русских организаций, патриотических, военных и так далее, и так далее. И я предлагаю сегодня эту тему осветить поподробнее, потому что от этого, собственно говоря, исход схватки и зависит. Когда мы обсуждаем отношения Запада к нам, особенно с точки зрения тысячелетней истории, и ледовое побоище, и вторжение Наполеона, вторжение Гитлера, когда Запад все время старался осуществить экспансию на территорию современной России, то мы как бы констатируем тот факт, что между нами, между Западом и Россией, как двумя региональными цивилизациями, есть непримиримые противоречия, и нам нужно было бы пощупать, их надо сформулировать, им надо нарезать имя. В чем состоит разница? Почему Запад испытывает такую колоссальную ненависть к нам, что ему прямо вот тысячелетиями не спится и не имется, как кроме того, чтобы осуществить вот эту вот экспансию? И помимо экономических там или культурных особенностей, я бы хотел обратиться к этимологии слова «рус» и этим самым подвести, собственно говоря, к смысловому понятию «русская глобальная община». Зачем это нужно? Рус — это светлый. В некоторых российских деревнях или в русских деревнях, причем не только на территории России, а в Казахстане, на Украине, бабушки иногда внукам говорят «на, возьми ведро, вынеси на Русь». На Русь — это на солнце. Получается, что слово «рус», «русин», «руснак», «рус», оно означает «солнечный», «светлый». Да, собственно говоря, даже по внешнему виду, людей, живущих в Воронежской области, в Липецкой, в Луганской, то же самое, на Дону, в основном преобладают люди там, светлорусы, люди со светлыми глазами, зелеными или голубыми, и это, собственно говоря, отражает вот эту солнечную направленность. Ну, это такие внешние признаки. Хотя хочу обратить внимание, что многие эзотерики делят людей на светлых, темных и серых. Здесь есть жесткая связка, связанная с тем, что мало того, что русские светлые, да, они еще и всю свою писаную историю, да, собственно говоря, и не писаную тоже, они были всегда солнцепоклонниками. Помните культе Рила, да, помните художественное произведение, которое написал там Алексей Толстой, у него есть крупный роман, который называется «Петр Первый», и там отчасти описано, это, кстати, роман написан в первой половине 20 века, еще когда не было интернета, когда не было Гугла, не было Википедии, всю информацию о тех временах, понятное дело, этот русский писатель, советский писатель, брал, черпал из архива в Петербурге, в Москве и так далее, и так далее. И, в общем-то, вот все упоминания о допетровской истории, они там, ну, требуют достаточно серьезного внимания и уважения, потому что мы там видим оттиск отношения к русской истории в начале 20 века. Хочу обратить внимание, что во времена Сталина, начиная с 30-х годов, в советском кинематографе и в литературе вообще, ну, проявился такой всплеск интереса к русской истории. Были учреждены ордена великих русских святых Александра Невского, да, Кутузова, военачальники, да. Было снято несколько фильмов по русским сказкам, былинам, это все в этот вот период. И получается, что, ну, солнце поклонничества или другим языком путь развития. Вот обратите внимание, очень многие законодательства разных стран по-разному относятся к институту семьи. Ну, например, у нас традиционные ценности, у нас по умолчанию считается, что семья – это, ну, настолько незыблемая ячейка общества, что любое внешнее посягание считается, ну, просто неприемлемым за такие вещи раньше, в прошлые века просто убивали. То есть, например, когда приходят с какой-либо формальной претензией и говорят, что по закону нужно забрать вашего ребенка, то за такие вещи просто убивали. Потому что, давайте объяснять, почему, да, потому что, несмотря на формальный закон, который можно написать, ну, любым, особенно за деньги, как мы понимаем, еще в 1694 году, когда состоялся первый сговор купцов и пэров, ну, законодателей и торговцев, да, то тогда было ясно дано и понятно, что власть будет принадлежать тем, у кого деньги, и, соответственно, законы можно купить. И, примерно, люди на подсознании, понятное дело, это официально не обсуждается, они понимают, что законы можно, закон, что дышло, куда заплатил, туда и вышло. Так вот, когда по формальным признакам приходят и говорят, что надо ребенка забрать, потому что там не хватает денег в семье, семья не держит в холодильнике, там, апельсины и так далее, и так далее, то это, и все это понимают, только словами не могут выразить, это посягательство на родовой поток. Потому что, когда родитель держит на коленях маленького ребенка, он держит не только ребенка, он держит еще всех потомков, которые будут в дальнейшем. И он держит ответственность перед всеми предками, которые стоят за ним. Это мощнейший родовой поток, это мощнейшая энергетика. И когда приходят внешние люди и говорят, что ребенка мы изымем, а согласно статистике, например, семьи, у которых изъяли детей по формальным признакам, а это достаточно драматическая ситуация, да, эти семьи никогда больше не заводят детей. Ну, потому что это психологический удар. А дети, которых изъяли из семьи, они тоже никогда уже не заводят детей. Ну, кроме как, если принудительно, такие теории и практики тоже существуют. И получается, что вот эти ювенальные действия, направленные на то, чтобы изъять ребенка по формальным признакам, да, это пресечение родовых потоков, это посягательство и в конечном итоге это влияние на демографию всей планеты. Причем хочу обратить внимание, что ювенальная юстиция развита больше всего в странах с преобладающим европеоидным населением. То есть к разговору о том, что на нашей планете царит перенаселение, что у нас 7 миллиардов, что планета не выдержит, и ей не хватит ресурсов прокормить столько людей, это не относится к белым совершенно. Потому что по итогам 20 века белых из 20% общего населения, европеоидные расы, да, на сегодняшний момент меньше 7%, порядка 6 с копейками. То есть на фоне общего перенаселения за счет других народов и цивилизаций, белое население европейское, оно все время сокращается, сокращается, сокращается. И в данном случае вот эти ювенальные законы, о которых я вдруг завел речь, они играют в этом немалую роль. Помимо того, что средства массовой информации в Западной Европе, да, собственно говоря, это уже видно и у нас, а у нас других мультиков-то, собственно говоря, и нет. Если взять со счетчиком, да, и посмотреть, какие мультфильмы у нас крутятся, то там расчеловечивающие мультики, которые внедряют в сознание детей модели поведения, не способствующие тому, чтобы дети стали крепкими семьянинами, завели крепкую семью и, собственно говоря, решили вопрос русского миллиарда. Давайте вспомним, сколько нас вообще на белом свете людей, светлых потомков, солнцепоклонников, людей, которые направлены на развитие. Развитие — это правосторонняя спираль. Сколько нас на этой планете по сравнению с другой частью планеты, которая направлена на витие, на сворачивание вот этой вот спирали. И получится, что у нас 146 миллионов даже, ну, со всеми народами, да, русских там государствообразующее большинство, порядка 80%, ну и есть еще все народы, которые в содружестве с русскими живут на территории Российской Федерации. Это порядка 146 миллионов, да, еще есть порядка 35 миллионов на Украине, порядка 10 миллионов Белоруссии, порядка 6-7 миллионов Казахстане. И вот так вот если разбросать все общины русские, там, в Германии, в Израиле, в Сирии, в Ираке, в Иране, в Китае, в Австралии, в Северной и Южной Америке, то нас наберется чуть-чуть не хватает порядка 200 миллионов. Это люди, которые общаются на русском языке, у которых зонтичный язык общения межнационального там или межкультурного, да, это русский язык. Соответственно, русский язык на своем кодовом уровне – это язык развития, это язык светлый, это язык, который, в общем-то, о наших с вами принципах справедливости. И получается, что когда мы наблюдаем, как по всей планете идет процесс свития, когда идет наступление на институты семьи, которые в конечном итоге направлены на управление демографией. Вот представьте себе ситуацию. Принимаются в той или иной западной стране законы о юеналке, да? Эти законы часто оформляются примерно в таком юридическом ракурсе, что родители в семье не имеют юридических прав на своих детей, а все юридические права принадлежат государству. При этом в государстве, ну, при этом это все оформляется левой риторикой, связанной с тем, что надо защитить права детей, что родители часто не знают, как их воспитывать, ну и так далее, и так далее. Хотя, на самом деле, вообще все, что связано с воспитанием, все, что связано с образованием – это прерогатива государства, и кто мешал государству научить. Так, если так, по-честному сказать. Однако, не будем забывать, что в каждом государстве есть определенный контур управления, который состоит из очень специфической кадровой базы, которая называется «Представители ЛГБТ-сообществ». То есть это те люди, которые принимают такие законы, и, собственно говоря, это те люди, которые изымают детей из семей по решениям судов или, например, по произволу тех или иных комиссаров, которые приходят там с проверками к семьям, у которых живые здоровые дети, да, и причем, как правило, это дети европеоидной расы. Я в данном случае не проповедую российской теории, я говорю то, что написано в справках аналитических всевозможных спецслужб и аналитических центров, которые отслеживают это направление работы по демографии. А демография – это, честно говоря, один из приоритетов аналитики относительно того, как происходит война за влияние на планете небоевыми средствами. И получается ситуация, что представители ЛГБТ-сообщества – это контур управления, в который есть среди депутатов, есть среди мэров, я говорю в данном случае о странах Западной Европы, однако хочу обратить внимание, что это есть и у нас. И при этом, когда происходят вот эти жесткие изъятия детей, они тоже осуществляются руками этой кадровой базы, которая на самом деле и сама Child Free, и сама не стремится там иметь детей, потому что это уже тумблер выключен напрочь. Но при этом там еще и достаточно нечеловеческий тип психики, достаточно истеричный, и люди находятся как бы внутри определенной секты, которая управляется определенными центрами управления. Получается ситуация, что в Западной Европе, которая не солнечная, а лунно-поклонническая, если говорить по этимологии слов, происходит ситуация, при которой элитой вдруг становится ЛГБТ, а все гетеросексуальные семьи становятся пораженными в правах. Вот такой вот происходит перекос. И при этом получается, что вот этот контур управления, вот эта элита осуществляет давление на демографию этих стран и таким образом прикрываясь риторикой о защите прав, ну, традиционная песня, да, о защите прав ребенка, о том, что он имеет наклонности, о том, что он имеет право выбрать свой пол, там свою там гендерную ориентацию и так далее, и так далее, осуществляется жесткое регулирование народа, населения на планете, причем с учетом того, что европейная раса менее 7% в результате таких действий, то это регулирование направлено прежде всего против европейцев, этнических европейцев. Правда, интересная получается комбинация. И в связи с этим возникает вопрос, а что такое русские общины по миру? Что такое русские общественные организации, которые объединяют людей, говорящих на русском языке, у которых есть интересы, у которых есть этнические или цивилизационные права, и каким образом эти права нужно защитить? Ну, во-первых, нужно понимать, что все русские организации, которые занимаются просто какими-то акциями и при этом не формулируют стратегических целей, это могут быть организации с перехваченным управлением. То есть мы с вами очень много наблюдаем всевозможных некоммерческих организаций, общественных организаций, в которых цели вроде бы благородны, но тем не менее, либо финансирование такое, на что хватает, но при этом никто не озвучивает стратегических целей. Так вот, поднимая вопрос о русской глобальной общине, я всего лишь хотел обратить внимание на то, что пришло время сформулировать глобальные цели, стратегические цели для русского народа, русского суперэтноса, который включает в себя огромное количество малых народов, родственных народов, но которых интересует путь развития, который по своему способу стояния на земле является коллективистским. Вот это тоже, кстати, достаточно примечательный критерий оценки, и чем отличается Русь от неруси. Ну, солнечная от луннопоклонников. Дело в том, что коллективистский способ стояния на земле, он подразумевает развитие. Дело в том, что любой человек, который является индивидуалистом, да, ну там, набить утробу, там, хорошо поесть, чтобы в холодильнике колбаса не выбывала, чтобы ездить на хорошем автомобиле. В принципе, вот этот вот желудочный уровень развития, это потолок, выше которого он не прыгнет. Ну, заработаешь ты денег на три автомобиля, ну, там, будешь ты ходить там по приемам с очень красивыми девушками, может быть, даже с тремя. Ну, все будет хорошо на материальном плане. А дальше-то что? Огромное количество людей, у которых денег куры не клюют, они испытывают определенную депрессию, связанную с тем, бесцельность. Уже все было, уже все есть. Это называется витие. Остановка в развитии. То есть, дальше нету коридора возможностей. Ну, есть деньги, ну, дальше. Ну, предположим, ты купил должность депутата. Ну, предположим, ты в клановом порядке дал кому-то присягу, ты помог принять пару ювенальных законов. И даже вот эта деятельность, направленная на витие, на левостороннюю спираль, на то, чтобы остановились все родовые линии, на то, чтобы не принимались там на вооружение новые технологии, чтобы не рождались дети, которые, например, полетят в космос, но только уже на других принципах, чтобы остановить развитие человечества, вообще человеческой цивилизации, это как раз и есть желудочный, индивидуалистический уровень развития, который останавливает очень многих талантливых людей. И не важно, кто ты был по рождению, светлый или темный, важно, куда ты идешь. Ты идешь по правосторонней спирали, или ты идешь по левосторонней, по развитию или по свитию. И вот в этом смысле русская цивилизация как коллективистская, коллективистская по идеологии, когда даже наши предки, чьи портреты мы несли во время бессмертного полка, у них была фраза, которая «защищать отечество, не жалея живота своего». Правда, не желудочный уровень? Вот если так взять и разобраться, да? Вот точно это не индивидуалисты. Давайте вспомним фильм «28 Панфиловцев». Там очень визуально и понятно было показано отношение всех этих мужчин, которые вгрызлись в зимнюю землю и стали на пути немецких танков. И вы слышали хотя бы у одного человека фразу, «А зачем оно мне надо? А что я буду с этого иметь? А сколько мне заплатят?» Вот чем отличается желудочный уровень от коллективистского? Вот фильм «28 Панфиловцев», «Как к нему кто не относись», он на самом деле даже на уровне реконструкции, он показывает, что такое русский способ стояния на земле. И когда люди защищают родину, не жалея живота своего, это значит, что человек отрекается от всего индивидуалистического ради общины, ради того, чтобы все роды, которые он защитит, они продолжили свое развитие. Это солнечный путь стояния на земле. Это чистая Русь. И вот, если это подразумевать, то тогда возникает очень четкий кодекс или манифест русской глобальной общины, которая объединяет, или должна объединить, на сегодня еще не объединяет, разрозненные русские общины по всей планете. Русский народ, который, в отличие от других разделенных народов, или других народов, которые... Ну, есть народы, которые не имеют своей государственности, там, курды, например, Это достаточно большой народ, он насчитывает несколько миллионов, может быть, даже десятка миллионов, но нас под 200 миллионов по всему миру. При этом нужно сказать, что других народов, других цивилизаций далеко за миллиард, а некоторые совокупные цивилизации тоже почти под миллиард. То есть, вот, например, общины Западной Европы, это порядка 600 миллионов. Кстати, во Второй мировой войне соотношение цифр было Европа, которая, возглавляемая Германией, двинулась на Советский Союз. Соотношение было 400 миллионов населения Западной Европы и 185 миллионов населения Советского Союза. Вот такое вот соотношение. 400 миллионов двинулись на неполные 200. В два раза было превосходство. Так вот, получается, что русская глобальная община, которая объединяет немногочисленную русскую идентичность по всей планете, сегодня должна каким-то образом организационно объединиться в надстрановое образование, которое может стать субъектом управления. Дело в том, что на свете очень много русских государств. Можем загибать пальцы. Это Россия, это Украина, это Белоруссия. Отчасти это Казахстан, отчасти это Сирия, отчасти Иран. Есть большие поселения староверов и просто эмигрантские поселения в Китае, в Австралии, в Западной Европе, в Северной и Южной Америке, в Африке тоже есть. И вот все эти анклавы, они разрознены. Вот так получилось, что наша программа «Информационная война», она стала, ну, как бы таким центром объединительным. Мы заявляем принципы объединения. К нам стали обращаться люди из разных территорий. Они говорят, нам не хватает объединительного центра, нам не хватает целеполагания и командиров. И я предлагаю в связи с этим подумать всем телезрителям, подумать всем людям коллективистского склада ума и способа стояния на земле о том, что мы можем создать такой надгосударственный орган, общественную организацию, которая провозгласит свои цели и задачи и которая начнет их потихонечку осуществлять, независимо от того, сколько русских государств на Белом Свете. У нас есть язык, это такая кодовая система. У нас есть ценности, у нас есть стратегические интересы, исходящие из них цели. И давайте их осуществлять. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание.